МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Пришло время поговорить о здоровье. Меня зовут Инна Сапанченко. Здравствуйте. Для многих родителей фраза «лечить зубы ребенка» является источником дрожи и страха, поскольку не каждый взрослый сам может без боязни сесть в кресло стоматолога, заставить ребенка лечить зубы повторно, если он уже на практике знаком с процессом работы стоматолога, зачастую бывает просто невозможно. Как правило, ребенок боится зубного врача и отказывается идти в поликлинику. По этой причине к первому посещению ребенка нужно подготовить заранее. Об этом поговорим сегодня. Знакомьтесь, пожалуйста, у нас в гостях специалисты клиники Рахимова, главный врач Ринат Рахимов, врач-стоматолог детский, конечно же, Наталья Коваленко, и Нина Ковунова, врач-ортодонт. Добрый день. Здравствуйте. Знакомая проблема? Конечно, конечно. Не понаслышке. И сами знаем, какая-то проблема по себе, по детству. Ну и сейчас наблюдаем каждый день. Скажите, пожалуйста, первое все-таки, с какого возраста нужно уже показывать ребенка стоматологу? Ну, во-первых, здоровье наших детей – это самое главное. И когда мы видим улыбку ребенка, я считаю, что мы получаем такие положительные эмоции, и поэтому мы стараемся делать эту улыбку здоровой. Конечно, ребенка нужно приводить к нам в раннем возрасте, начиная с месяца. Почему? Потому что возникают различные проблемы. Короткая уездичка языка, слизистая оболочка полустирта, возможно, какие-то изменения быть. Поэтому с месяца. То есть тогда, когда еще зубов-то имеют? Нет, потому что, да, имеются проблемы со слизистой оболочкой полустирта. И затем, конечно, с появлением первого зуба. Это где-то 6-7 месяцев. А такое бывает? То, о чем мы говорим в идеале? Конечно, бывает. Особенно те пациенты, кто ко мне очень давно ходят, то они уже взяли за правило приходить, приводить своих детей именно в эти сроки. Как вам удается посмотреть род ребенку, которому месяц-два? Очень тяжело, конечно, но, знаете, опыт, навыки свои все-таки делают свое дело. Ну, стараемся, конечно, ребенок сам в этом возрасте не открывает род. Поэтому специальные определенные движения помогают мне открыть ему родик. Ринат, наверняка все-таки детский стоматолог и взрослый стоматолог – это огромная разница в специфике работы. Огромная, конечно, да. Сам я, скажем так, на заре своей практики пробовал тоже и детей лечить. Не понравилось? И удалять. Понравилось, но это настолько все-таки сложно. Здесь важнейший момент – это психологически найти контакт с ребенком. У нас ведь у современных стоматологов детских принято действие без острых показаний. Вообще можно не оказывать первую посещение какую-либо помощь стоматологическую. Важно найти как раз контакт, подружиться, стать другом, так чтобы тебе ребенок вообще впоследствии полностью доверился. Это в идеале, когда ребенка все время водят к одному доктору, он уже его узнает и уже, наверное, не так боится. Но так тоже, видимо, бывает не всегда. Мы привыкли к тому, что есть такая проблема – режутся зубки. Вот если ребенок плачет, если у него температура, значит, у него режутся зубки. Нужен ли в этой ситуации ребенку доктор-стоматолог? Знаете, здесь, конечно, очень важна консультация врача. Но мы должны еще понимать, что будущая мама должна уже знать о таких проблемах и все-таки знать, какие причины вызывают зубки, прорезанцы у него. Это слюноотделение, температура. Поэтому если ребенок себя чувствует хорошо, то его можно привести на осмотр. Если все-таки какие-то, опять же, температуры, факторы такие нехорошие, то лучше проконсультироваться можно даже по телефону. А что по поводу молочных зубов? Все-таки я так понимаю, что специалисты не могут окончательно договориться между собой, нужно ли лечить молочные зубы, поскольку вроде бы, но все равно они поменяются. Может быть, и не мучить ребенка. Молочные зубы лечить не только нужно, это просто необходимо, поскольку каждый молочный зуб находится над зачатком постоянного. И если не лечить молочный зуб, то инфекция может проникнуть в зачаток постоянного зуба, и тем самым его повредив. То есть у нас вырастет новый зуб нездоровый, а уже пораженный инфекцией. Прорежется уже кариозный зуб. Поэтому обязательно нужно лечить молочные зубы. А также, если не лечить молочные зубы, то рано или поздно придется их удалить. Если зуб молочный удалить раньше, чем он того заслуживает, то место в зубной дуге сокращается, потому что все зубы стремятся к контакту, и чтобы распределять равномерно жевательную нагрузку. И промежуток преждевременного удаления молочного зуба, он закрывается. И когда настанет пора прорезаться зубу постоянному, это место будет уже закрыто другими зубами. И поэтому постоянный зуб вырезать не в зубной дуге прорежется, а где-то под язык или, наоборот, в сторону щеки. То есть он будет как бы уже неровный. В отличие от взрослой стоматологии, постановка диагноза у детей на молочных зубах, она отличается. При возникновении кариеса, если вовремя это не остановить, глубокий кариес, а практически сразу уже идет периодонтит. После глубокого кариеса, то есть уже нет такого диагноза, как пульпит. Он есть, но часто бывает, что сразу переход на более такую осложненную форму, после которой уже надо молочный зуб удалять. Наташа, ну как все-таки работать с маленькими пациентами? А этому специально обучают в институте каким-то психологическим моментом? Знаете, вы правильно заметили, здесь большая роль играет психология. С детьми сложно работать, но очень интересно. Каждый прием, мой прием, это маленькое такое театральное представление даже бывает. Детишками мы поем, играем, иногда даже мы детей переодеваем в банальном врача, одеваем перчатку, маску, и они на наших фантомах стараются даже что-то слепить, сделать пломбу, залечить зубы. После этого, конечно, ребенок уже более так тепло относится к нам, к нашему персоналу. И поэтому мне вообще очень приятно с ней работать, наверное, поэтому я и выбрала эту профессию. Ну, конечно, работать с детьми, это нужно в первую очередь любить самих детей. Вот у меня дочка, когда я его пыталась заставить спать, я говорю, ну-ка спать. Она мне говорит, мама, мы инопланетянины, которые ночью не спят. И вот мне кажется, что каждый ребенок, он как инопланетянин, и к нему нужно... Вот если инопланетянин на землю прилетит, вы как будете с ним? Захотите установить контакт? Так и с ребенком тоже. Он каждый особенный, и с ним хочется найти общий язык. И если вы хотите, вы обязательно это сможете сделать. Не бывает ситуации, когда все срочно, помощь главного врача требуется, не справились, не открыл рот ребенок? Было такое. Ну, обходились вроде бы, да? Ну, да, опять-таки в игровой форме иногда приглашают, так, чтобы придет дядя, может быть, он что-то сделает. Но, коль скоро мы все-таки заговорили о том, что ребенка нужно готовить к первому посещению стоматолога, то вот как все-таки лучше это сделать? В какой форме? Кто это должен сделать? Ну, родители, очевидно. Ну, конечно, обязательно они должны в первую очередь разговаривать, сообщаться с детьми, объяснять в домашних условиях, что это такое. Вообще у нас посещение делится на несколько этапов. Первый раз, если мы видим, что ребенок все-таки обеспокоен, боится, тем более после, допустим, нехорошей удачи по ходу стоматолога, мы с ним разговариваем, мы ему показываем, опять же, в игровой форме, что нужно делать. В первом посещении иногда мы ребенка не берем на лечение. Во втором посещении, опять же, мы смотрим на его психологическое состояние. Если он идет к нам на контакт, то да, мы как бы продолжаем лечить. В редких случаях, конечно, бывает так, что мамы с папами иногда придерживают их. Но, сами понимаете, каждый ребенок иди видом. Привязывают к креслу. Нет, эти способы не для нас. Все-таки мы ищем с ними положительного контакта. Как мне кажется, единственной, наверное, главной причиной отказа ребенка лечиться, может быть боль, которую он уже когда-то испытал, правильно? Ну, взрослые уже сейчас худо-бедно знают, что будет обезболивание, и что потерпеть уж особо-то не придется. Но обезболивание – это укол. Уколов дети боятся. Вот как вы обезболиваете детей? Ну, опять же, свои методики, свои методы лечения. У каждого врача свой метод лечения, поэтому у меня тоже. Иногда обходимся и без анестезии. Прежде чем сделать анестезию, мы обязательно обезболиваем слизистую, то есть вместо вкола. Поэтому ребенок, в принципе, боль не чувствует. И опять же, хочу сказать, что слово, оно лечит, и слово делает свою работу. Больше общаться с детьми, и дети как бы перестают бояться. То есть это в любом случае, даже для ребенка, это все равно укол? Нет, почему? Зависит от стадии заболевания, зависит от того, какое заболевание, что мы делаем. То есть прийти к стоматологу и сделать обязательно анестезию – это как бы не всегда так. И потом, дети же, как правило, больше боятся не самого укола, а иглы вот этого вида. И для детей разработаны специальные… Заклеить глаза. Нет, специально есть насадки, но безыгольный метод анестезии. Поэтому ребенок не видит иглу, и ему уже не так страшно. Я бы еще добавил, что сейчас в последние годы появилось современное оборудование, обладающее такой легкой седацией, когда дети в такой легкой эйфории находятся уже, немножко так они улыбаются, чуть полуспят, используются закись азота в особой концентрации. Распыляется каким-то образом? В специальной концентрации. Ну, масочной формы. Мне кажется, что взрослым это тоже нужно. Ребенок подышит, все, он плавает. Успокаивает. Ну, а, кстати говоря, где-то я прочитала, что применяется для лечения особо сложных пациентов даже и общий наркоз. Общий наркоз. Да, это действительно так. Ну, это в стационарных условиях. В стационарных, как бы, в частных клиниках. Ну, а вот в стоматологическом колледже Новой Зеландии был разработан новый способ лечения зубов без препарирования и без использования инъекций. То есть надевается на зуб, насколько я понимаю, такой специальный колпачок из нержавеющей стали, который изолирует зуб от всего, и он там больше не разрушается под этим колпачком. Ну, речь идет о молочном зубе, конечно же, который, в общем, поживет там какое-то время под этим протезом. Сроки определенные, конечно. Ну, этот же способ можно рассматривать как частичное детское протезирование. Те же самые колпачки одеваются. Если даже зуб был немножечко разрушен, то у зуба удаляется разрушенная часть и одевается сверху вот этот колпачок, чтобы зубы сохранить дальше. То есть если он уже был поврежден, либо на здоровый зуб, чтобы его в дальнейшем сохранить. — Существуют какие-то препараты, оборудование специально для детей? Ну, я вот поняла уже про распыление. — Не распыление, да. — Да. Ну, инструменты все равно, они примерно одинаковые для всех, да? Технологии вот какие для детей используются? — Я использую очень интересный инструмент, он называется карандашик или фломастер. Показать я вам его не могу, это, так сказать, своя научная технология. — Разработка. — Да, с помощью которого очень легко можно, ну, так сказать, обмануть ребеночка, конечно. — Не волнуйтесь, дети нас сейчас, наверное, не услышат. — Да, да, поэтому я так потихоньку говорю, обмануть и все-таки сделать то дело, которое нужно. Почистить кариозную полость. Ну, в принципе, конечно, есть еще препараты, которые помогают это сделать. Количество их огромное, поэтому новинки есть. — Ну, все равно хорошо лечится, но лучше бы все мечтали о том, чтобы ни у кого ничего не болело, и кариеса этого таки не было. Ну, вот удивительно то, что ведь сегодня существует масса средств ухода, масса всевозможных способов, и тем не менее, скажите, пожалуйста, стало меньше кариеса у детей или нет? — Судя по тому, какой поток идет детей на прием детским стоматологам, конечно, меньше не стало. — Судя по этому, родители очень заняты, потому что, на мой взгляд, все-таки до пяти лет ребенок самостоятельно не может тщательно вычистить зубы. То есть вы обязательно должны ему в этом помогать и направлять движение, и силу давления щетки. Только с помощью мамы и папы зубки ребенка будут хорошо прочищены, и тогда уже не будет никаких осложнений. — У нас есть диаграмма по поводу того, все-таки, сколько раз в день нужно чистить зубы. Сейчас наш режиссер, я думаю, ее найдет. Вот она. Вот. Ну, это вот такой частный опрос, да, и смотрите, два раза в день 82%, когда зубы становятся «грязными», в кавычках, конечно, 15%, и один раз в день 3%. Все-таки сколько раз правильно чистить зубы? Это, наверное, для детей и взрослых одинаково, либо нет? — Ну, я считаю, что норма все равно. Два раза в день – это обязательно утро и вечер. А уже есть такие пациенты у нас, которые все-таки стараются и чаще это делать. — В идеале после каждого приема пищи. — То есть в этом все-таки есть смысл? — Конечно, как же. — Есть, опять же, специальные даже спреи. — Пенки для детей. Очень вкусные. — И для взрослых, кстати говоря, которые можете где-то вы поужинали, пообедали не дома, в гостях, вы можете спокойно сбрызнуть себе полустерта. — Ну, это что-то вроде антисептика, да, получается? — Пенка на основе молочных ферментов, то есть частично расщепляет остатки пищи, но это ни в коем случае не отменяет механическую чистку зубов дома. То есть если вы где-то пользуетесь пенкой, то дома вы все равно должны почистить зубки щеткой и пастой не менее двух минут. Как вспомогательное средство она идет. — А с какого возраста нужно начинать ребенка приучать ей? Ну, сначала, видимо, это делают родители каким-то образом. Есть даже, по-моему, специальные щетки надеваются? — Да, у нас силиконовые, да. — Чистить обязательно с первого, как появилось, я сказала, с первого зуба. Ну и также в игровой форме, когда ребенок все-таки начинает адекватно реагировать на щетку и пасту. И бывают сроки разные, это опять зависит от ребенка. Ну, обычно это где-то в полтора годика приучают уже родители. Но само понятно, что без помощи мамы и папы, бабушек, дедушек, он сам это делать не сможет. — Профилактика. Вот мы говорим о том, что мамам, папам некогда. Что все-таки как решать эту проблему? Ну и, наверное, у стоматологов все-таки нет таких особых возможностей ходить. Раньше вот ходили в школы, читали какие-то лекции, объясняли детям как, что. — Тут надо рассмотреть еще момент такой, что профилактика, она есть не только заболеваний самих зубов, но и нарушений зубочелюстной системы. То есть это неправильное положение зубов в зубных рядах, неправильное смыкание зубов зубных рядов. Поэтому тут у нас уже вот как раз вот врач-ортодон присутствует. Нина Сергеевна, она могла бы пояснить в этом плане. — Ну здесь в первую очередь родителям следует обратить внимание на вредные привычки у ребенка, поскольку неправильный прикус закладывается больше всего от неправильного воздействия мышц. То есть если ребенок дышит ртом, например, от этого сужается верхняя челюсть. Если вы заметили, что ребенок при глотании просовывает кончик языка между зубами или сосет палец, закусывает нижнюю губу. Это все вредные привычки, которые ведут к формированию неправильного прикуса. Ну вот, например, из последних причисленных к формированию открытого прикуса. Поэтому к ортодонту ребенка лучше привести в возрасте от 3 до 5 первый раз, чтобы выявить, есть ли какие-то вредные привычки, потому что аномалию легче предотвратить, чем потом исправлять. А давайте мы тогда все-таки начнем уже с ортодонтом разбираться от печки, плясать. Вот, во-первых, какой бывает прикус? Давайте посмотрим, у нас есть картинки, поскольку неправильный прикус – это разные варианты, да? Конечно, да. Я понимаю, вот, например. Глубокий прикус, и нижняя челюсть как бы имеет более заднее положение. Очень часто такое бывает, когда мама кормила ребенка грудью недолго. То есть очень важно грудное вскармливание до года, хотелось бы, конечно, чтобы мамы находили такую возможность. Это большая проблема с этим. Так, а еще у нас есть, да? Это сейчас наиболее распространенное. Так, вот. Это открытый прикус, то есть здесь, скорее всего, ребенок имеет вредную привычку просовывать язык между зубами. Ну, я не вижу здесь изменения наклона резцов, так навряд ли он сосет палец, вот конкретно этот ребенок. Какой-то предмет, может быть, игрушки? Может быть, что-то постоянно прокладывает. Соску нужно прощаться к двум годам. До двух лет нужно от соски обязательно избавляться. То есть это не так уж безобидно, да, получается, если большой ребенок? Да, соски, потому что… И да, и вот еще у нас здесь, видимо, наоборот, нижние зубы над верхними, да? Да, здесь наоборот, то есть нижняя челюсть большего размера, чем верхняя. И здесь и перекрестный прикус с левой стороны. Да, и верхняя челюсть сужена с левой стороны. Не, ну на самом деле масса людей, которые живут с неправильным прикусом, ну и, собственно, и что? Ну и путь живут. На самом деле проблем-то много там возникает. Помимо эстетических и функциональных проблем, и опять-таки возникновение кариозных поражений из-за затрудненного… Из-за затрудненного гигиена, скучности. Гигиена, получерта. Ну, больше всего, мне кажется, стоит обратить внимание на желудочно-кишечный тракт, потому что с неправильным прикусом часто бывает, что ребенок не может равномерно, правильно пережевывать пищу, и поэтому на желудок большая нагрузка ложится. И тут уже… А какому возрасту можно это обнаружить, и бывают ли подвижки сами по себе? Какому? По прикусу, по прикусу, да. Когда уже понятно, что вот сформировался или формируется неправильно? Ну, лучше всего это будет видно в начальном периоде сменного прикуса, то есть где-то в возрасте от 5 до 7 лет. То прорезаются у ребенка самые постоянные, самые главные зубы. Родители, пожалуйста, будьте внимательны, шестерки, шестые зубы, которые прорезаются с 5 до 7 лет, это самые главные жевательные зубы в нашем рту. Чистите их, пожалуйста, детям очень тщательно и следите за ними больше всего, потому что это не молочные зубы, они даются нам раз в жизни и жуют они… Ну, если говорить о оживательной нагрузке, то самая большая оживательная нагрузка разложится именно на эти шестые зубы. Поэтому их лучше… Необходимо имелись, уберечь с молодого. Как правило, они самые первые удаляются. Они самые первые, да. Проблема очень большая. Мы еще хотели про восьмерки поговорить, насколько я… Да, восьмерочки – это, конечно, серьезная проблема. Не против. В процессе эволюции вот нижняя челюсть человека, она уменьшилась в размерах, а количество зачатка зубов осталось прежнее, то есть 16 на каждой челюсти. И вот зубы мудрости, они прорезываются после 18 лет в среднем, где-то до 25 лет, и оказывают пагубное влияние вообще на состояние всей зубочелюстной системы. Начиная с того, что они сами по себе могут либо вообще не прорезаться, так им места не хватает, либо они прорезываются в сторону, в любую, в небную, как правило, наоборот, в щечную сторону. Но при этом они сдавливают зубные ряды, вызывая деформацию, и от этого давления, в первую очередь, передние резцы, передние зубы, самые такие ведьмые, самые слабые зубы, они подвержены всевозможным, так сказать, перемещениям, вот, и, так сказать, с последующими осложнениями. Поэтому зубы мудрости необходимо удалять лучше всего в подростковом периоде, в 13, 14, 15 лет, когда они не имеют корней, когда их легче всего провести эту работу, удаление зачатков восьмых зубов. То есть диагноз резать, не дожидаясь перитониты, удалять категорически? При квалифицированной хирургической помощи это не будет какой-то там страшной, такой травматичной операцией. Это все делается очень аккуратно, под анестезией, опять-таки, при полном контакте с ребенком. Очень страшно, когда на снимке смотришь, вот этот восьмой зуб лезет в семерочку, да, как бы толкает ее, и креозный полос просто такая обширная, ее очень трудно лечить. Поэтому ее обязательно нужно удалять. Нин, мы говорили о том, какому возрасту можно определить, что прикус формируется неправильно, а до какого возраста его можно исправлять? Ну, я очень люблю такую свою, так сказать, поговорку, ортодонтии, как и любви, все возрасты покорны. Поэтому нет какого-то ограничения. Конечно, пока растущий организм, он легче подвергается каким-то коррекциям. Самую большую работу по изменению прикуса мы можем сделать, пока у нас есть активный рост лицевого скелета. У девочек он заканчивается примерно во время наступления менструации. То есть сейчас дети, конечно, молодеют, это в возрасте примерно 12-14 лет. Вот до этого возраста можно порой просто сделать чудо, поскольку быстро очень развивается организм, и путем применения современных технологий, то есть можно помочь где-то место расширить, где-то побольше простимулировать рост челюсти, где-то, наоборот, затормозить, развернуть, зуб повернуть. Насколько это мучительно и долго? Смотря в каком возрасте вы к нам обратились, смотря в какая у вас патология, то есть все индивидуально. И болезненность тоже у всех разная. У кого-то совсем не болит, и говорят, у меня не болит, значит, у меня не работает. Я говорю, нет, нет, если не болит, это не значит, что не работает, система работает. Просто мы все разные. Ну, в среднем какие цифры? Смотря какое лечение. Ну, в среднем, конечно, около года. Ну, это немного, в принципе, если мы говорим о неправильном прикусе, да? Ну, достаточно, да, потому что если человек уже взрослый с сформированным прикусом, то здесь уже около полутора-двух лет сроки лечения будут. Ну, я так понимаю, что к ортодонту обращаются не только для того, чтобы исправить прикус, да? Да, в последнее время, конечно, уже ортодонтия очень тесно переплелась хирургии и с ортопедии. И когда, например, ну, современные тенденции восстановления утерянного зуба – это имплантация. И часто бывает так, что когда, например, зуб отсутствует и нужно на его место установить имплантант, соседние зубы наклоняются в сторону отсутствующего зуба. И вот чтобы их, например, раздвинуть, тоже прибегаются, можно прибегнуть к услугам ортодонтии. Можно также, например, эти зубки были наклонены, и мы их раздвигаем. А зубик, который был сверху, он выдвигается в сторону отсутствующего зуба. Этот зубик, чтобы сохранить, ортодонтия тоже способна его поднять наверх. Ну, я понятно объясню? Ну, мы сейчас, очевидно, начали уже потихоньку разговор о брекет-системах, да? Нет, да. Тут можно сказать, возможно, частичные брекет-системы и микроимпланты. Просто брекет-система – это как раз то, о чем там складывают легенды, и одно время даже их как-то пытались использовать в декоративных целях. Ну, спорный вопрос, но тем не менее бытовало, да, такое мнение. Давайте посмотрим, во-первых, опять-таки, картинки, какие брекет-системы, вот варианты брекет-системы. Насколько много их вариантов? Ну, вот это, так сказать, обычные брекеты, легируемые, то есть дуга в этих брекетах подвязывается к брекету маленькими резиночками, что ухудшает гигиену и требует более частого визита к доктору для замены вот этих легатур, так называемых, резинка вокруг брекета. Просто здесь ее не очень видно, они, скорее всего, прозрачные. И есть, наверное, другие варианты еще, вот это, по крайней мере, не так бросается в глаза, да? Тоже легируемая брекет-система, но просто она эстетическая, да. То есть это, скорее всего, сапфир или керамика. То есть керамическая брекет-система. Ну, то есть, да, просто либо металлическая, либо сапфировая брекет-система. То есть разница в эстетике, насколько вопросы для вас принципиальные. Но все же, конечно, на нижней челюсти, на мой взгляд, нет смысла прибегать к большой эстетике. Тем более нижней челюсти мы все же жуем, и металлические брекеты более прочные. А что по поводу лингвальных систем? Да, да это еще более. То есть современная ортодонтия, она стремится быть незаметной. То есть и как бы сейчас это все больше становится популярным, что люди хотят получать лечение, но не хотят, чтобы об этом кто-то знал. Ну, здесь можно предложить варианты, например, ну, опять же, у каждого все индивидуально. То есть нельзя всех под одну гребенку чесать. Ну, тут либо лингвальные брекет-системы, либо так называемые элайнеры. То есть это уже, в принципе, та и другая система изготавливается с помощью уже 3D-цифровой техенологии. То есть что такое элайнеры? Это прозрачные капы, которые пациент носит на зубах постоянно, снимая только во время приема пищи. То есть они съемные, но их на зубах абсолютно незаметно. С помощью компьютера система просчитывает, сколько кап вам потребуется на период лечения. И каждая капа имеет новый, как бы, поворот зуба. То есть человек одевает и чувствует давление в определенном месте, где это необходимо. И каждая капа рассчитана, например, на 2 недели. Таким образом, иногда можно обойтись и без брекетов. А лингвальные системы – это расположенные с внутренней стороны зубов, поэтому они невидимы. Вообще не видно. Вообще не видно, да. Но они удобств доставляют все равно, наверное, много. Ну, конечно, лингвальные системы за все нужно, как говорится, платить. Чем-то, да. Чем-то жертвовать, да. Какими-то неудобствами. Если говорить о профилактике, Наташ, есть ли какие-то возможности укрепления зубной эмали? Да, конечно. Укрепление зубов используется, герметизация фиссура. Это такая процедура, когда уже появляются постоянные зубы. Больше, конечно, мы делаем. А молочные тоже, в принципе, можно герметизировать. Поэтому родителям всегда говорят, увидели зубик, прорезался постоянный. Быстрее ребеночка к нам, чтобы его запечатать. И уже этот зуб как бы не подвергался кариозным процессам. Затем различные лаки мы фторируем. Используем большое количество, я использую большое количество лаков. Опять индивидуальный подход к ребенку. Опять же, в разном возрасте различные лаки используются. То есть опять у нас смешанный есть прикус, да, где и молочные постоянные зубки. Здесь мы должны защитить и молочные, и постоянно. Поэтому здесь как бы такой, скажем, смешанный принцип повторирования используем. Больше всего разговариваем с родителями, предлагаем разные виды щеток, щетинки. Дополнительно предлагаем зубные нити использовать обязательно. Затем зубные пасты, конечно, подбираем детям. Благо сейчас на рынке большое количество этих паст. И чем они удобны? Тем, что срок прямо написан на упаковке. От нуля до трех, от трех до четырех, от четырех до восьми. То есть очень удобно. Не надо все-таки искать и бегать. Смотреть на упаковке, какое же содержание паст все-таки, какие элементы в пасте есть. Что еще? Конечно, делаем профилактическую чистку зубов. Это обязательно. Нужно делать ее два раза в год. То есть каждые шесть месяцев. Это обязательно. И для молочного прикуса, для маленьких детишек, и для взрослых. Ну, я думаю, что сейчас вот родители посмотрят на этих милых девушек и поймут, что это не страшно. И всего скорее, это не больно. Давайте будем подводить итоги. Забота о зубах детей начинается с младенчества, когда этих самых зубов, в общем-то, еще и нет. И тщательная гигиена полости рта и регулярные встречи с детским стоматологом способны на долгие годы сохранить зубы ребенка здоровыми и белыми. И именно в раннем возрасте ребенку нужно привыкнуть, что лечить зубы совсем не страшно и ни капельки не больно. Спасибо большое за беседу. Будьте здоровы. Спасибо вам. Спасибо. Субтитры подогнал «Симон»!